Михаил, помогите разобраться. Порой я остро реагирую на выпады в мой адрес. Например, если кто-то в коллективе или очереди к врачу начинают ущемлять мои права, начинают лезть первым, минуя очередь, или делает неуместные комментарии в мой адрес на работе, то я реагирую молниеносно и начинаю говорить обидчику в повышенном тоне. Агрессивно, что он не прав и что со мной так нельзя обращаться. После чего испытываю досаду и жалею, что была строга. Как мне научиться помягче отстаивать свои права? Ольга. Оля дорогая, тут не надо учиться свои права отстаивать. Это гениальный пример, это то, с чего я начал наш разговор сегодняшний. Чувство унижения, обиды так велико у Ольги и у всех людей, которые испытывают агрессию, что человек не в состоянии вообще пережить любой наезд в свой адрес. А ведь чем выше у человека самооценка, тем он спокойнее к этому относится. Я приведу такой пример. Ну, давай возьмем такую легкую форму агрессии. Я лет восемь вел программу на Эхо Москвы. Кому-то я нравился, кому-то не очень. И те, кому я не нравился, писали всякое дерьмо про меня. Я читал слух, не знаю почему, может, я такой мазохист, да, мне доставил удовольствие. Мне даже не совсем было удобно комплименты читать, но зато я с удовольствием читал, типа, че это дерьмо слушать. Давайте лучше про автомобиль и программу поставьте на это место. Я читал, потому что у меня, видимо, нормально с самооценкой. Я не считал, что меня это обижает, унижает и так далее. Человек имеет право не любить ни меня, ни мою программу и вообще ее не слушать и не смотреть. Правильно? Так вот, мы ответим Ольге следующим образом. Чем выше Ольге самооценка, тем спокойнее она относится к наездам в свой адрес, если быть коротким. А я еще рассказывал золотые правила, при котором, если те вопросы не задают, отвечать вообще ничего не надо. И когда Ольге говорят что-то, при этом не спрашивают ее, да, она может вообще ничего не говорить, потому что ее ни о чем не спрашивают. Но, как я объяснял, когда я рассказывал про правила, когда кто-то что-то говорит и не задает вопрос, это всегда провокация, на которой Ольга и ведется. То есть там есть какой-то неравновешенный человек в той же поликлинике, да, которому нереально хочется поскандалить. А как поскандалить? Ну, он находит глазами Ольгу и говорит, что он тебя не знает. Типа, расселась тут и понеслось. Но он же ничего не спрашивает. Можно промолчать. Но промолчать можно только тот человек, который настолько в себе уверен, да, что его это не задевает. А когда у человека низкая самооценка, он очень обидчивый. Он скажет же сразу, кто тут, я тут расселся, все голову оторву и понеслось. Вот этот вот механизм, он работает как часы. Потому что, когда, видимо, Оля была маленькая, она все это испытывала на себе в детстве, и у нее это стало вызывать агрессию. Иногда же человек и непреднамеренно, да, просто в транспорте кто-то большой сумкой может тебя задеть. И у человека уже на это в ответ возникает агрессия. Ну, вообще, опять, вот смотри, какая ситуация. Вообще может задеть кто угодно, кого угодно. Но нормальным обществом человек извиняется. А агрессия возникает тогда, куда он не извиняется. А вот это вот и есть уже социальная агрессия. То есть мы не просто задеваем сумкой, мы еще их молча задеваем. То есть мы стоим на чьей-то ноге своим каблуком, да, и мы даже не извиняемся. Более того, когда человек, на котором стоят, говорят, уберите ногу, ему наше что отвечает. А ты в такси езжать, что ты в автобус лезешь. И весь разговор. Вот ты правильно говоришь. Если тебя задели сумкой случайно, да, ты можешь не кидаться с ноженого человека, и он может извиниться. Но он не извиняется. И у тебя это вызывает чувство обиды. И вот тут ты хочешь ответить. Конечно, но везде, а в всем мире можно кого-то случайно чем-то задеть. Не повод. А нету просто нормального, позитивного состояния, как хорошо, что у меня все так хорошо. Да? То есть нужно себя каждый раз уговаривать. У меня же все хорошо. Ну что, я все думаю, что нехорошо. У меня же все хорошо. У меня же есть машина, у меня же есть жена, у меня же есть дети. У меня все хорошо. И при этом все равно настроения особого нет. Я думаю, что это связано с отсутствием искусства жизни. Art de vivre, как говорят французы. То есть вот во Франции, например, есть две бабушки. У них есть ресторанчик. Но он в субботу-воскресенье не работает. Потому что бабушки хотят в субботу-воскресенье отдыхать. Хотя в субботу-воскресенье больше всего клиент. Это у француза называется art de vivre. Я не призываю вас нихрена не делать. Я призываю вас отойти от совершенно типичного явления. Большинство людей очень хорошо резонирует с несчастьями большого мира. Почему? Потому что в человеке много сидит неприятностей. Особенно в большом городе. То тебя кто-то обидел, то ты какие-то деньги потерял, то поскандалил с женой и так далее. И когда у тебя плохое настроение, то человек тут же, чтобы ему стало легче, это абсолютно инстинктивно начинает входить в резонанс с большими несчастьями мира. Да ну вообще скоро будет третья мировая. Вот опять с этими поссорили. А министерство опять собирается налогов ввести, новый налог. Да как тут вообще бизнес сделать? И климат какой-то абсолютное говно. Вроде лето. А где вообще солнце? И человеку становится чуть-чуть легче. Но он не замечает, что резонируя бесконечно с этой большой и плохой погодой или с чем-то таким общемировым, он усугубляет свое положение. Потому что он погружается в бездну, в абсолютную пропасть вообще бесконечного негатива и теряет всю жизненную энергию. Поэтому сделать нужно усилие над собой. Очень простое. Даже когда у вас плохое настроение и вам кажется, что вокруг тоже все плохо, прямо берите сачок для бабочек воображаемый и вылавливайте в себе малюсенькие бабочки хоть какого-то позитива. Можете срисовать собаки. Вот собака ловит каких-то муравьев в траве, катается по траве и счастлива. Почему? Потому что в данный момент ей кататься по траве хорошо. И все. Конечно, мы не собаки. У нас есть сознание. Но при этом все равно можно попробовать. Выискиваете маленький позитивчик, малюсенький. Например, да, солнца нету, но и дождя еще нет. И это хорошо, зато какой свежий преддождевой воздух. А потом входите в резонанс, подсев на этот маленький позитивчик, на что хорошего есть в мире. Ну, например, вы смотрите себе все время в городе под ноги, когда идете на работу, выйдя из машины или из метро. А вот прямо двигаясь от метро к своему офису, раз, и поднимите голову наверх, и посмотрите на небо, и подумайте, надо же, какое облако. Ну, вообще. И оно было, и миллионы лет назад было, и какой же это все-таки космос. Вот эта прекрасная природа. Вы срезонировали. Вы нашли в себе утром маленький позитивчик. Например, стоянка оказалась свободная. А потом раз, и вышли прямо в небо. Оно сложилось, и ваше ощущение счастья стало огромным. Вы как бы его надули, да? Может, он потом лопнет. Но на данный момент, пока он не лопнул, вы заберете прорву энергии. И вот эта энергия будет давать вам абсолютное ощущение счастья, тем более, если по большому счету у вас все хорошо. Если даже это не помогает, если никакой резонанс не получается, это значит, вы врете самому себе. Это значит, что у вас не такая уж хорошая работа. И у вас не так уж все хорошо с женой. И не такая у вас хорошая квартира и машина. Что-то вам нужно еще. Может быть, то, что, может быть, исключает даже машину и квартиру. Жену оставим, да? А с работой можно что-то понимать. Это уже другой вопрос, это рестарт, как начать все заново, это большие лекции и так далее. А здесь, чтобы схватить мгновение, возьмите резонанс. Кстати, об этом писал Дмитрий Быков в своей книге, посвященной биографии Пастернака. Что Пастернак был одним из немногих поэтов, который очень с большим лагом, опаздывая, реагировал на все плохое, при этом будучи интуитом. Почему? Потому что он был психологически очень здоровым человеком и очень любил жизнь. Поэтому он все время вступал в резонанс с чем-то хорошим. А плохое упорно не хотел видеть. Потом он уже начинал это понимать. Но вот такой любви к жизни ему хватило на то, чтобы стать великим поэтом. И, в общем-то, пережить даже Сталина и начало других... В общем, и сталинские репрессии, и другие, и кое-как оказаться на плоту. В отличие от других поэтов, которые резонировали по-другому. Вывод следующий. Это уже не мой вывод, а Дмитрия Быкова. Психологически здоровый человек все время резонирует с хорошим. Человек надломленный, психологически нездоровый, в котором куча скелетов и тараканов, ищет и резонирует все плохое. Именно поэтому так много хейтеров в интернете. А они резонируют. Им нужно обосрать все на свете и создать большой черный негативный мир, чтобы их злость улетела в этот большой мир, и им стало от этого легче. Легче им от этого не будет. Того, кого они хейтят, с ним будет все окей, потому что он резонирует с позитивом. А вот то, чем они занимаются, они теряют все на свете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова